Привет-привет! Продолжаю сегодня детективную историю про ежа Джефферсона. Глава вторая. Джефферсон рискнул заглянуть одним глазком в щель забора и увидел, что прямо тут рукой подать начинается загородная местность. Конечно, идти в открытую по дороге и думать нечего. А вот стоит ему добраться, например, до тех зарослей орешника, и можно срезать путь по полю, потом по лесу. Дома он сообразит, как быть. Первоочередная задача оказаться в убежище, чтобы все обдумать. Он подбодрил себя энергичными «Держись, ежик!» и полез в дыру между досками. Не прошло и 20 минут, как он уже завидел в конце лесной тропинки заднюю стену своего дома. И тут в кармане у него завибрировал мобильник. На экране нарисовалась жизнерадостная рожа свина Жильбера, а потом текст «Здорово, толстяк! Не знаю, где ты сейчас, но домой не ходи!» Джефферсон читал на ходу, но тут остановился, как вкопанный, и набрал. «Я уже почти дома, как раз подхожу!» Ответ последовал незамедлительно. «Ни за что не ходи! Давай обратно в лес! Жди моего...» Джефферсон не знал, почему Жильбер не успел закончить фразу, но суть была ясна. Лучше здесь не задерживаться. Так что он развернулся и пошел обратно по той же тропинке. Когда домой нельзя, потому что это опасно, испытать такое на собственном опыте, не дай бог, никому. Потому что вообще-то где же искать убежище, как не дома? Что может угрожать ему в собственном доме? Жандармы уже, жалобно постановая, о нет, о нет, он медленно брел, готовый шмыгнуть в кусты, чуть кто-нибудь покажется навстречу. А ведь день так хорошо начинался. И вот обернулся кошмаром. Сначала этот ужас в парикмахерской. Милый, славный господин Эдгар с собственными ножницами в груди. Кароль исчезла, а в довершении несчастья эта дура-коза, которая не дала ему и слова сказать. Он теперь преступник, чья вина неоспорима. Застегнутый на месте преступления, уличенный, и его бегство лишнее тому подтверждение. Коза видела его своими глазами. Она видела его с оружием в руках, да, впрочем, полиция и так живо обнаружит отпечатки пальцев на ножницах и выяснит, что они принадлежат ему. Уже завтра его фотография появится в первой полосе рупора. Под броским заголовком, оршинными буквами «Убийца» и соответствующий текст. Йош Джефферсон Бушар де ла Патери убил всеми уважаемого бурсука господина Эдгара прямо на его рабочем месте в парикмахерской Чик-Чик. Мотивы этого чудовищного злодеяния неизвестны. Убийца скрылся с места преступления. Так безрадостно оценивал он свое положение, и тут мобильник снова завибрировал. Жильбер. Если откуда-то и могло прийти утешение, то ясное дело от него. Они дружили с самого детства, прямо как братья, даже больше, чем братья, потому что сами друг друга выбрали. СМС-ка гласила. «Здорово, толстяк. Есть новости. Встретимся в 13 часов у Креста. Окей?» Джефферсон, который в последние два часа пребывал в страшном напряжении, заметно полегчало. Он был тронут. «Какой же Жильбер молодец. На него всегда можно положиться». Он посвешил ответить «Окей». И добавил еще три просьбы. «Принеси мне штаны на смену. Не спрашивай, почему. И не спрашивай, почему не спрашивать». Потом прибавил шага. Крест стоял на пересечении двух дорог всего в нескольких минутах хода. Но пока он шагал так, немного воспрянув духом, у него начали возникать сомнения. Сперва это был маленький тревожный звоночек. Едва различимая бип-бип. Что-то в СМС-ке Жильбера было не так. Джефферсон остановился и перечитал внимательнее. «Здорово, толстяк. В этом, пожалуй, не было ничего подозрительного. Но вот дальше возникали вопросы. Жильбер наверняка написал бы не в 13 ч, он бы написал в час. И заключительное «Окей» было не из его словаря. Он бы написал «Хор» или «Ок». Да, странно. Чем мучиться сомнениями, Джефферсон решил сделать встречный ход. Если мобильник Жильбера оказался в чужих руках, например, у жандармов, надо было это проверить. Он набрал «У креста, где в детстве мы с тобой закопали шарики». Не прошло и полминуты, как последовал ответ. «Да, там, где мы их закопали, когда были маленькие. Подгребай». И тогда первый тревожный звоночек недавно превратился в полноценный сигнал тревоги. Так что завыли все сирены. Во-первых, потому что никогда Джефферсон с Жильбером не закапывали у креста никаких шариков. А во-вторых, из-за теории вероятностей. В самом деле можно признать возможными самые невероятные вещи, что один и тот же человек три раза подряд выигрывает лотерею или что папа римский на досуге прыгает через скакалку. Но есть такое, что абсолютно невозможно. А именно, чтобы свин Жильбер правильно расставил запятые. С пунктуацией у него был полный караул. И поставить запятые перед «где» и «когда» он не сподобился бы «хоть убей». Что касается Залихватского «подгребай» подделки под молодежный сленг, то оно никого не могло обмануть. Жильбер этого сообщения не писал. Джефферсон, испуганный своим открытием, но отчасти и гордый тем, что его сделал, решил подобраться таки к условленному месту и посмотреть, кто там окажется. А пока никаких смс-ок, не то сразу за секунду. Сколько преступников таким образом себя выдали. С тем же успехом можно нацепить кислотно-зеленый костюм и орать в мегафон «Я тут». Когда до креста уже было рукой подать, он свернул с дороги и шустро и бесшумно прокрался сквозь высокие папоротники. Темно-синие мундиры резко выделялись на фоне зелени. И Джефферсон вовремя заметил неподвижные спины двух жандармов, затаившихся в засаде. Громадных догов, разумеется, потому что жандармский корпус состоял преимущественно из них. На поясе у каждого висели наручники и дубинка. И так он не ошибся. СНСК оказалось ловушкой, которую он мастерски разоблачил. Он передвинулся правее и обнаружил еще одного жандарма, укрывшегося за сухим деревом. Потом еще одного. Сколько же их собралось, этих здоровенных держимор, чтобы схватить его, такого маленького, всего-то 7-2 сантиметра. И к тому же ни в чем не повинного. Если они посадили Жильберу подножие креста в качестве приманки, не стоит соваться прямо волку в пасть, чтобы это проверить. Но если его оставили на свободе, где же его теперь искать? На этот счет у Джефферсона была одна мыслишка. И если повезет Жильберу, она тоже должна прийти в голову. В свое время они вдвоем построили себе хижину из сучьев и веток, далеко в лесу, в самой глуши. Лет 7-8 назад. Джефферсон тогда был еще и женком, у которого иголки едва затвердели, а Жильбер – розовым поросеночком. Но они упорно трудились над своей постройкой несколько месяцев, вкладывая в работу всю душу. Эта хижина стала их убежищем, их тайным штабом. Там они выкашливали свою первую сигарету, там страдали от дурноты, впервые глотнув фиски. Там отрывались, слушая кабаней рэп, самый крутой. Там они спали, ели, помирали с осмеху, преобразовывали мир. Если существовало на свете тайное убежище, раз и навсегда условленное место встречи в трудный час, о котором изговариваться не надо, то было оно ни у какого, ни у креста. Ахаха, не смешите меня, а только там, в хижине. Джефферсон без труда нашел к ней дорогу. Ноги сами несли его привычным путем. Но когда он увидел хижину, сердце у него упало. Крыша провалилась, стены еле держались, внутри все заросло колючками. И что хуже всего, Жильбера там не было. Джефферсон посмотрел на мобильник 14-15. Тут он заметил, что до смерти проголодался и до смерти хочет пить. Он сел на пень, чувствуя себя довольно несчастным. Не надо было мне убегать, думал он. Надо было повалить на пол эту истеричку козу, прежде чем она вышибла дверь, и самому вызвать жандарму. Пойду и сдамся. Вот что, сдамся и объясню, как все было на самом деле. Он принялся репетировать свою речь вслух и со всей убедительностью, на какую был способен. «Сначала я увидел ноги господина Эдгара. Понимаете, я подошел поближе, встал на колени около него. А эта дама-коза, она спала. Она ничего не видела. Нет-нет, я ее не обвиняю. Она и правда подумала. Но клянусь вам, зачем бы я стала это делать? Я очень любил господина Эдгара. Он всегда был ко мне». Так он взвывал в пустоту, путаясь в аргументах, как вдруг из ближних зарослей до него донесся какой-то шорох. Он плюхнул с иничком и припал к земле. Раздавшийся затем посвист, три короткие высокие ноты «фью-фью-фью» успокоил его. Он ответил таким же «фью-фью-фью» их тайный сигнал «жельбер». Жельбер был немного выше Джефферсона, иначе говоря, невысок. Первое, что бросалось в глаза в его облике – неизменно сияющая улыбка свина, счастливого до поросячьего визга. Джефферсону частенько думалось, что он никогда не встречал никого столь же одаренного способностью радоваться жизни. Своего рода чемпион по солнечному настроению, которому даже тренироваться не надо, потому что он таким уродился. «Что за цирк?» – со смехом спросил Жельбер. «Только что около твоего дома меня сцапали три жандарма. Спросили, кто я такой, а когда я сказал…» «Погоди», – перебил его Джефферсон, – «сейчас все расскажу. Сначала дай ко мне вот это». «А, да, держи. Это мои штаны. Штанины тебе будут длинноваты, но ничего, подвернешь. Заметь, я ничего не спрашиваю, даже не улыбаюсь. Видишь, хоть тень улыбки. То-то же». Секунды три он сохранял серьезность, а потом расхохотался. Джефферсон пожал плечами. «Я получил твою смс-ку, но утром к тебе и не собирался. Зубрил ПДД», – продолжал Жельбер, протягивая ему штаны, которые принес свернутыми подмышкой, и скромно отворачиваясь, чтобы Джефферсон мог переодеться. «А ты знал, что при круговом движении на площади надо обязательно держаться в правом ряду, если намереваешься». Джефферсон вспомнил, что его другу с годами надоели уходящие из-под носа автобусы, вечно ломающиеся скутеры и пешая ходьба. И ему втемяшилось получить водительские права. Затея более чем дерзкая при его-то неуклюжести. Вряд ли можно было пустить его за руль, чего бы то ни было, кроме машинок в парке аттракционов. «Прости, Жельбер», – перебил он. «Я что-то не понял. При чем тут площадь? Жандармы у тебя забрали мобильник, так?» «Ну да, я им сказал, что я твой друг, а они, представляешь, как увидели, что я пишу смс-ку, взяли и забрали его, гады, а потом сразу вернули, чтоб я назначил тебе встречу. Прямо так и приказали. Только я, не будь дурак, понял свою хитрость с шариками, да еще, чтоб тебя предупредить, нарочно навалял ошибок». «Ты про запятые?» «Ну да, наставил их там и сям, как попало. Ладно, так чего им от тебя надо?» То, что ему предстояло сказать, было настолько чудовищно, что Джепперсон помедлил с ответом. Он застегнул на штанах последнюю пуговицу, своей забросил за куст и потянул друга за собой к замшелому поваленному стволу, на котором они и уселись. «Жельбер, меня обвиняют в убийстве». Поскольку он уже успел потренироваться, ему удалось более или менее связно поведать о роковом стечении обстоятельств, которое привело его к безжизненному телу господина Эдгара. Дойдя до ножниц, торчавших в груди славного барсука, он разрыдался. «Да, ничего себе!» – протянул Жельбер. «Барсука-убийство!» Дальше Джепперсон рассказал о своем отчаянном бегстве, а в заключении, сморкаясь в платок, объявил. «Я решил сдаться. Пойдем со мной прямо сейчас». «Жельбер выслушал его в кои-то веки раз без единого смешка. Потом, наступившим за тем молчанием, медленно, как забороженный, помотал головой, постепенно расплываясь в блаженной улыбке. А потом выпалил поразительное и совершенно неожиданное «Класс!» «Что? Класс, говорю! Это ж с ума сойти! Сам подумай! Сколько лет мы мечтали, чтобы случилось что-нибудь необыкновенное? Сколько придумывали себе всяких дурацких приключений? Ну, понарошку!» «Вот оно есть на самом деле!» Джефферсон, по правде говоря, до сих пор не рассматривал ситуацию под таким углом. «Ты что, рехнулся?» – простонал он. «Подумай головой, меня же повесят или расстреляют, или все сразу!» «Прекрати, Джефф, ты что, забыл смертную казнь? Давно отменили. Ну, дадут тебе самое большее 30 лет. Время быстро пролетит. А я тебя буду встречать у выхода из тюрьмы, с букетиком одуванчиков и с ходунками». Жильбер, мне не до смеха. «Ладно, ладно, не смеемся, но сдаваться тебе не надо». «Это почему?» «Да потому, милый мой ежичек, что если только и есть что, твое слово против слова такой почтенной козы, то кому, как ты думаешь, поверят?» «По-моему, выход только один какой. Тебе надо затаиться и посмотреть, как будет продвигаться расследование. Тижину сейчас подлатаем, и ты сможешь в ней спать. Вечером притащу тебе одеяло и еду. Вперед, за работу!» Не дожидаясь ответа, он принялся выдворять на место сучья, служившие с тропивами. При этом то и дело повторял. «Ну, класс!» И Джефферсону ничего не оставалось, как тоже взяться за дело. Когда каркас был худо-бедно восстановлен, они очистили помещение от колючек, покрыли крышу охапками папоротника и заделали стену густолюстинными ветками. «Ну вот, господин Джефферсон, прямо как в старое доброе время. Прячься тут и жди меня. Я вернусь еще. Засветло. На, оставляю тебе куртку, если мало ли что начнет холодать, а меня что-нибудь задержит. Про мобильник ясно дело забудь. И не переживай, докажем мы твою невиновность». Уже отойдя метров на двадцать, Жильбер обернулся и добавил с неизменной улыбкой. «Жалко-то как господина Эдгара. Такой хороший был дядька». Джефферсон не сомневался, что тот искренне огорчен. Он достаточно хорошо знал Жильбера и помнил, что грусть у него иногда проявляется так, что и не догадаешься. Остаток дня он скоротал за всякими делами. Выстирал свои штаны в ручье и повесил на скалу сушицу. Навел уют в хижине, затащил в нее пень, чтобы было на чем сидеть, и соорудил постель из мха и сухих листьев. Но вот в лесу совсем стемнело. Настала ночь, и Ажильбер хоть бы пятачок показал. Пришлось Джефферсону угнездиться на своем самодельном ложе, укрывшись от холода и страхов, курткой друга, и гадая, что с ним могло приключиться. Сон сморил его среди путаницы мыслей, где смешались окровавленные ножницы и оставленная в духовке картошка.